МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 -"МЫ СОСРЕДОТАЧУМСЯ на ИДЕЯХ, КОТОРЫЕ АМБИЦЙОЗНЫ, ИНОВАЦИОННЫ, КОТОРЫЕ МОЖНО СДЕЛАТЬ ЭДЕНРАС, АПАТОМ РАСПОСТРАНИЦИК КАКОПЫТ НА ВСЮ СТРАНУ. И МЫ ИЩЁТ ТОКО ТАКИЕ ИДЕЇИ. КАК ГАВАРИТСЯ, БУДУЩЕ СРЕДЮ НАС, Но оно только не распределено. Мы ищем идеи для будущего. У программы «Устольевых гражданцев ААН» у каждого региона своя задача. Свой уклад уносит и Гомельская область, ликвидация наступствий Чарнобыльской катастрофы, приобщение экологической ситуации, допомога беженцам и борьба с нелегальной миграцией. Это только некоторые некерунки, которые наш регион может держать для себя приоритетными. Мы хорошо знаем указ президента о оказании помощи украинцам, которые вынуждены были приехать сюда, найти приют. Это всесторонная помощь, это доступ к образовательной системе, это доступ к работе. Меры преемства, которые проходят в рамках святкования 70-х годов Организации Объединенных Наций, дозволяют не только проанализовать досягнутые поспехи, а и распроцвать планы на будущее. Подчас находжения у Гомеля техника ААН в область официально долучается до Декларации прихильности до метау устольевого развития. Положения этого документа будут уличены в дальнейшей суместной работе Беларуси и Организации Объединенных Наций. Олег Синчаров, Валерий Гапанько, телерадокомпания «Гомель». С рабочим визитом Гомельскую в область наведал поверенный у справок излученных штатов Америки у Республицы Беларусь сподар Скотт Роланд. Напереды дня отбылась его встреча со старшинёй Гомельского Аблавы Конкама Владимиром Дворником. Подчас встречи размова шла об махчымостях и перспективах поширения двухбакового супрацовництва. Узаемная цикавость до его развития тычутся не только экономики, а и сфер культуры, адукации, высоких технологий. До речи, высокий узровень квалификации беларусских специалистов Скотт Роланд отзначил особливо. Мы говорили немножко о парке высокой технологии в Минске. Это на самом деле, этот проект такой успех. И у вас тоже есть парк. Пригласили меня вернуться и потом знакомиться с этим парком. Надеюсь вернуться и потом попасть на этот парк, смотреть какие возможности. И потом советоваться с нашими американскими компаниями. В программе «Визит» у спадера Роланда так само было заплановано наведывание допоможной школы-интерната, областной библиотеки и двух концертов. В Гомельском районе прошел семинар по охове працы, у делу яким принимали представники разных предприемств и организаций. А кроме стандартных мер профилактики травматизму, специалисты обмерковали так званный человеческий фактор. Миновитой он не редко становится причиной несчастных выпадков на вытворчасти. А в опыте и методах выращения актуальной проблемы наш наступный сюжет. Удильники семинара наведали филиал Гомельского дорожно-рамонтно-будовничьего управления номер 113, где выконываются разные виды работ. У Тымлику пожары небеспечные. А лишь на вогу местом здоровья может стать любой участок. Неприкметная клетка, которую продемонстрировали гостям, одной, что уже выратовала человека. Кола, которая находилась внутри, выбыхнула подчас под помповки. Водитель не потерпел, только дякуючи выполнению потребований у техники безопасности. При этом до идеала у этой сферы все шпакуль далеко. С начала года в Гомельском районе отбывалось три выпадки тяжкого травматизма. Один из них у ДРБУ номер 113. Причинами этих несчастных случаев по результатам расследования оказались личностные факторы. Это нарушение инструкций и собственная неосторожность. Вопросы охраны труда, как никакие другие, требуют ежедневного внимания. И ежедневно людям, к сожалению, нужно напоминать о том, что они должны быть осторожными, что они должны быть здоровыми и невредимыми, должны вернуться каждый день домой. Контроль за организацией безопасности работы в Гомельском районе ожитивляет мобильная группа «Райвы Конкама». С начала года она побывала на 77 предприятиях и выявила около 2000 порушений. Не меньше важный направлений укоронения с ужасных методов профилактики. Ненавито таким опытом поделились с коллегами специалисты ДРБУ. Замес читания лекций работникам показывают тематичные анимационные фильмы, снятые Европейским агентством по охове работы. Их сенс, сразумелый, без пероклада. Люди довольно тяжело воспринимают какие-то видеоматериалы, где таблицы, схемы, цифры и где просто повторяются правила каким-то бумажным языком. Поэтому мы пошли чуть-чуть другим путем. Элементы юмора и элемент вот этой анимации, он более доходчиво объясняет людям вопросы важности охраны труда и техники безопасности. Руслан Пролясковский, Дмитрий Котов, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель». Головный урадж Гомельского областного клинического шпиталя инвалидов Айчиной войны Олег Иванцов станет сегодня гостем программы «Диалог» телерадиокомпании «Гомель». Размова пойдет, як об развитии установы, так и у вогуля медицинской галины в области. Программа выйдет в эфир на телеканале «Беларусь-2» у 18.1.5 хвилин. Онлайн-трансляция доступна на сайте tvargomel.buy. Свое питание вы можете адресовать гостю программы по номеру телефона промога эфира «УГОМЕЛИ» 77 68 45. Приемно провести час, а заодно и поспоборничать. УГОМЕЛИ пройшла первая открытая городская спартакея до сирот профсоюзных организаций подразделения у департамента АХОВЫ. С поборницей проходили на базе Центра профессийной подрыхтовки и службово-прикладных видов спорта департамента АХОВЫ. За перемогу змагались пять команд от кожного района Гомеля, так само сборная областного управления. У каждой дружине по 8 человек. Организаторы подрыхтовали 10 конкурсов. А кроме худкости, эмоций и докладности, необходной умовой было и командное взаимодействие. Лепш за усих с прихотованными испытами справились и представники областного управления департамента АХОВЫ. На другим местом Чигуночный отдел замкнули тройку призеров спортсмены Центрального отдела. Спартакеада городская проводится у нас первый раз. Мы решили так собрать наши подразделения охраны по профсоюзной линии провести такую спартакеаду. Цель какая цель? Главное здоровье, чтобы наши сотрудники были здоровы, чтобы семьи были здоровы, чтобы были здоровы и счастья у всех. И на этом наш раннейший выпуск завершенный. У студии працывала Наталья Игнатенко. Я и мои коллеги ждем вам удалого дня. До новых встреч у эфира.